90% дополнительных расходов регионального бюджета будет направлено на социальную сферу. Состоялась 16-я внеочередная сессия Павлодарского областного маслехата. Подробности в следующем сюжете. Депутаты маслехата рассмотрели уточнение областного бюджета на 2022-2024 годы. Это вызвано необходимостью реализации поручений главы государства по проведению года детей. Было изыскано источников на 4,2 миллиарда тенге, а управление заявили на 17,2 миллиарда. Предварительно рассмотрено более 24% затрат, требующих оперативного решения. Практически весь объем 90% направлено в социальную сферу. Сельское улучшение тарифов для бюджетных организаций еще с 1 января текущего года на оплату коммунальных условий дополнительно всем нашим организациям бюджетным предусмотрено 953 миллиарда миллиардов. Система образования направлена на 2,6 миллиарда, это почти 60% всех расходов. В пределах этих средств будет продолжено финансирование по бесплатному питанию детей 1-4 класса в новом учебном году, это первая-вторая четверть, государственного заказа в колледжах, финансирование бесплатного проезда в общественном транспорте, в рамках года детей. Подусмотрены также выплаты грантов лучшим педагогам при летыше и одаренным детям. Есть и другие социальные расходы. Здесь с значительным износом зданий предусмотрено умом детских садов в городе Павлодаре 10 и 1 боксу, так и с целью номер 8 на общую сумму 132 миллиона. В системе здравоохранения продолжено оснащение больниц, на что предусмотрено 79 миллионов тенгер. В целях доведения численности граждан, занимающихся физической культурой и спорта, это 50% в 25-м году. Мы направляем еще 80 миллионов на развитие Олибула. На сессии депутаты задали волнующие их вопросы, к примеру, по долгам учителя. Министерство посвящения не обеспечено финансировать разницу с 18 часов до 16 часов. И не струно, есть ли у нас долги на сегодня, и будет ли у нас заблуждать пожарные платы. Будет ли не будет. А потребность бывает 4 миллиарда 700. Частично мы, к первому и второму уточнению, 2 миллиарда 600 уже предусмотрели. Сейчас пересматривается, сейчас идет тарификация у них, и пересматривается учебный план. Поэтому буквально в течение сентября месяца они точно рассчитают, какая дополнительная потребность с учетом изменения учебного плана до конца года, какая потребность будет. И мы будем изыскивать в четвертом квартале, что мы должны свои обязательства выполнить. Депутатов вот так же интересовало, какова ситуация с поддержкой людей, страдающих орфанными заболеваниями. Мы внесли изменения, перечень до того, как дорогостоящий препарат для лечения орфанных заболеваний. Сколько будет направлено бюджетных средств на эти цели? К сожалению, конечно, количество людей с орфанными заболеваниями у нас увеличивается. Было 2 больных, сейчас 1,88. С учетом того, что мы приняли новое решение, получается, в текущем году у нас средств практически не надо. Не внутри этой программы пересмотрели, там дополнительно было 18 миллионов. На следующий год дополнительно по новым заболеваниям нужно 577 миллионов. В целом на 2023 год нам потребуется 1,4 миллиарда тенге на вот эти вот наши на берегите и лекарственные препараты. Депутаты утвердили внесенное уточнение финансового документа. С учетом изменений бюджет области составит 440,1 миллиарда тенге. Мурат Вилмажит, Далют Кашхабаев и это Сахпарат.